Пойду и сделаю пластическую операцию. Но знаете же, когда нам, девочкам, когда что-то загорело, вообще нам просто надо, здесь и сейчас, лет на 5-7-10 сразу улучшить мой внешний вид. Самая главная красота – это когда глаза блестят. Здравствуйте, мои хорошие! Приветствую вас на моём канале «Школа здоровья и ресурс». С вами я, Марина Жигульская, нутрициолог. Недавно вышло видео. Мы записывали видео на другом канале, я была приглашённым гостем. И там в комментариях было несколько комментариев, что, ну, там сказали про мой возраст, что мне 52 года. И там в комментариях люди начали писать, что, ну, в принципе, она и выглядит на 52 года. Некоторые даже написали, да, она не на 52, она на 60 выглядит. Некоторые даже написали, что, ну, вот у неё есть подтяжка, и даже со своей подтяжкой она выглядит на свой возраст. Я никогда не обращаю внимания на такие комментарии, ну, как бы они меня не злят, не выводят из себя. Но вот сегодня я хочу обсудить, потому что, ну, во-первых, это такая человеческая сущность, что называется, потому что плюнуть в другого, это значит вот как-то укрепиться самому. Но я даже не об этом сегодня. Я сегодня о том, что я действительно делаю со своим лицом в своём возрасте, какие планы у меня на моё лицо, что есть в моём лице, потому что я никогда это не скрываю. Я показывала вам, как я делала блефарокластику, например, очень сильно боялась. Я несколько раз рассказывала вам, что я против всех вот этих инъекционных процедур, филеров, ботоксов. Записывала рилсы на эту тему, что ботокс это на самом деле, ну, помимо того, что это, причём там диспорт, неважно какой, да, это ботулотоксин, и это вообще колбасный яд в переводе, но это вы можете и без меня загуглить, что гиалуроновая кислота тоже не самый безопасный препарат, как она делается в лабораториях, из чего, из какой бактерии добывается. Всё это я записывала, конечно же, но я против даже не поэтому. Я против потому, что вот, например, у меня в анамнезе есть два аутоиммунных заболевания. Причём, когда я их обнаружила, когда мне их поставили, у меня на этот момент ещё был железодефицит глубочайший, у меня на этот момент ещё был ферритин 5 и плюс инсулинорезистентность. То есть, и понятно, что я очень хотела быть тогда молодой и красивой, потому что у меня тогда как раз начинались отношения с мужчиной на 15 лет младше меня, и это была любовь, это была романтика, знаете, вот этот конфетно-букетный. И, конечно, мне хотелось выглядеть хорошо, но из-за этих состояний, в которые я, кстати, скатывалась прям просто как с горочки на саночках, конечно, я выглядела не лучшим образом. Были отёки, была проблемная кожа и так далее. И я подумывала о том, что, ну да, наверное, всё-таки пойду сейчас и чего-нибудь заколю. Но слава богу, что не до этого мне было, когда озвучили диагноз, я пошла не к косметологу, потому что, скорее всего, я бы тоже этим путём пошла, ну, как и большинство женщин. Я пошла разбираться со своим организмом. Я пошла лечить вот эту проблему, с которой мне предлагали операцию удаления органов. И восстановив себя, да, вот эти аутоиммунные диагнозы, у меня сейчас в ремиссии аутоиммунные тиреодиты, гипотариоз, я поняла, что как-то внешность-то начала меняться. То есть я поняла, что отёки уходят, и всё, как-то отодвиняется. Кинулось это на второй план, то есть вот эти все ботоксы, там, филеры и так далее. Я до сих пор показываю вам, что я, в принципе, с живой такой мимикой могу улыбаться, с морщинами прямо, да, всё как полагается в 52 года. Вот, нет у меня никаких инъекций, слава богу. И до сих пор я вот прям в такой уверенности, что я не хочу их ставить. Сейчас, например, я сейчас расскажу, что я делаю со своим лицом, и мой косметолог мне сейчас предлагает. Она говорит, она мне предлагает инъекции, она мне предлагает ботулотоксин, она мне предлагает филеры. Говорит, что если мы заполним некоторые места в лице, то типа это вот прямо лет на 5-7-10 сразу улучшит мой внешний вид. Я понимаю, что да, визуально это так работает, но помимо этого я понимаю, что есть ещё биохимия моего организма, которая будет нагружена с моим анамнезом, с аутоиммунными моими состояниями, даже если они в ремиссии. Ну, как бы зачем? Потому что для меня сейчас красота и молодость – это даже не столько внешний вид, сколько вот как я себя чувствую, что я до сих пор очень легка на подъём, у меня горят глаза, мне хочется чего-то создавать, мне хочется путешествовать, куда-то ехать. Вот это для меня, пожалуй, самое главное. Но тем не менее, к косметологу хожу, и сейчас мы делаем такую процедуру, которая корейдж называется. Квантовая энергия какая-то, что-то там делает с моими клетками, они оживают и начинают работать чуть лучше в плане энергии. Меня заинтересовала эта процедура, я поняла, что это не спайка, вот когда под температурой, знаете, так спаивают. Я не хочу процедуры, которые спаивают, нагревают и, грубо говоря, денатурируют белок. Денатурация белка – это когда вот яичный белок, он жиденький такой, да, а когда температура, он становится такой плотный. И всё, это уже необратимая структура. Её надо только разобрать и заново насинтезировать новый белок. А дело всё в том, что в нашем организме самое главное – это разобрать белок, самая большая проблема. То есть вот мы пьём все коллаген, в надежде там, что у нас коллаген как-то прибавится. А для организма не проблема насинтезировать новый коллаген, если с белком и с белковым обменом всё хорошо. Для организма проблема разобрать старый коллаген. Так вот, когда нагревают лицо, как раз вот этот старый коллаген практически невозможно разобрать организм. И это остаётся с нами. Поэтому я такие процедуры себе не делаю, ну, зная это. А потом, когда мы закачиваем гиалуроновую кислоту, и девочки потом идут и едят, например, тот же сахар. Вот у меня, я сказала вам, была инсулинорезистентность. А излишняя сахара, особенно при инсулинорезистентности, у нас вот эта излишняя глюкоза остаётся в крови, она гликирует белки. Опять же, вот это как бы поджаривает, как шашлычок вот навертили, да, вот эту золотистую корочку делает. И толку тогда от такого коллагена нет. Когда мы не обращаем внимания, например, на общий белок в нашем организме, когда мы не обращаем внимания на углеводный обмен, ту же самую инсулинорезистентность, не будет толку от этих процедур. А наоборот, будет усугубляться, как бы, будет больше вот этого гликированного белка в организме, будет большая нагрузка на все наши детокс-системы. Поэтому, понимая это, я не хожу на такие процедуры, как вы, ну, как вы можете догадаться. И обвинять меня в том, что, да, она там вся наколотая, ну, как бы, можно, конечно, и обвинять, но я вам рассказываю просто с той точки зрения, почему я это не делаю. Потому что для меня здоровье дороже. Что я планирую делать со своим лицом? Вот сейчас, например, я вот эту процедуру корейдж сделала, которая, грубо говоря, энергию доставляет в клетку, не сжигает, не спаивает, а какая-то новая процедура. Я посмотрела, почитала, как она работает, ну, и решилась на нее. И сейчас сижу вот даже с таким лицом, которое шелушится, замазала тональным кремом. Но, тем не менее, завтра, послезавтра это шелушение пройдет, лицо подтягивается, улучшается внешний вид, ну, потому что верхний слой как бы обновляется. Дело все в том, что с возрастом у нас клеточка, вот когда рождается, она такая на зубик похожа. У нас есть эпидермис, дерма и подкожная жировая клетчатка. Рождается клетка на подкожной жировой клетчатке, и постепенно, по мере того, как она продвигается на поверхность, она сплющивается. И вот это вот время занимает 28 дней. У молодой женщины, у женщины, у которой уже после там 35, это время больше, больше, больше становится. И к моему возрасту это где-то порядка 40 дней. И понятно, что когда она выходит на поверхность, она уже не такая живенькая, здоровенькая, как в молодом возрасте. Этому процессу надо помогать. Здесь я вообще абсолютно не против, и вот эта процедура как раз на это направлена. Дальше подумываю сейчас поставить ниточки. Ну, я думаю, что для женщины это тоже не секрет, да. Думаю, что немножечко вот эти вот уголки приподнять не помешает, потому что ПТОС никто не отменял, и у меня он тоже есть, и это можно заметить. А дальше думаю, что пойду и сделаю пластическую операцию. И начала уже изучать эту тему. Вот как раз посмотрела там ролики, пообщалась с врачами с некоторыми. Я изучаю, как это все происходит, потому что даже ниточки – это фиброзное образование. Ну, чтобы вы понимали, да, вам ставят нить, она рассасывается там в течение где-то там 90 дней, а дальше она обрастает фиброзной тканью. Это фиброзная ткань – это не живая ткань. Ну, вот чтобы вы понимали, да, что на это тоже надо уделять внимание. Если у вас в организме, например, есть инсулинорезистентность, это чревато. Вот, как бы надо думать об этом. Так вот, поставлю ниточки, и потом все-таки думаю, сделаю пластическую операцию. Сейчас, ну, знаете же, когда нам, девочкам, когда что-то загорело, вообще нам просто надо, здесь и сейчас, сходила к двум пластическим хирургам, оба отказали, сказали, тянуть нечего, иди отсюда, придешь попозже. Спрашиваю, когда попозже, и они говорят, ну, это будет зависеть от твоего организма, от образа жизни, кстати, который ты ведешь, что меня порадовало. Потому что можно образом жизни себя ушатать за три года, а можно и семь-восемь лет ходить еще вполне себе ниточками, помогая своему лицу, ну, и там какими-то такими легкими процедурами. Вот, поэтому мое лицо, что хочу, то и делаю, да. Придет время, натяну у хирурга себе мордаху туда, куда надо, чтобы она не ползла вниз, потому что, ну, все равно это никто не отменял, это процессы старения в организме. Но от нас сильно зависит, насколько они будут быстро прогрессировать, эти процессы старения. Потому что, если мы не обращаем внимания на работу своего желудочно-кишечного тракта, на дефициты витаминов, минералов, белка прежде всего, да, на то, что с нашими углеводами в организме происходит, то, конечно, будут процессы старения, процессы увядания. Будут, например, пигментация будет. Пигментация – это же не что иное, как окисление как раз, окисление, вот. То есть, когда организм не справился, пропустил. И, как вы можете заметить, пигментация чаще проявляется вот в возрасте уже там, когда климатерический период. Именно потому, что там организм уже точно не справляется. И поэтому нам с вами, девочки, ну, как бы вполне пока… Вот, витаминки, вот мой любимый витамин С, который просто не уходит у меня. Именно поэтому, наверное, у меня нет пигментации вообще, никакой вообще, никакого пятнышка даже нет. Я слежу за уровнем белка в организме, слежу за тем, как ферментативные мои системы работают. Ну, за тем, что происходит в кишечнике, безусловно. Я держу под контролем своих два аутоиммунных заболевания. Ну, и, в принципе, этого мне пока достаточно, чтобы уже не бежать к хирургу бегом, сверкая пятками. И этого мне достаточно, чтобы раздражать людей, которые смотрят мои видео. У меня, кстати, всегда такой вопрос. Ну, вот даже если я смотрю, например, на человека, он мне не нравится. Ну, не нравится. Ну, бывает же такое. Ну, не все люди мне нравятся. Это нормально. Но я не пойду писать ему в комментариях об этом. Я не пойду писать человеку, даже если он откровенную ахинею там несет. Потому что, ну, тот, кто слушает эту ахинею, принимает за чистую монету, ну, блин, ну, да, такие будут. Адекватные люди пройдут мимо, улыбнутся и скажут, ну, ахинея. Я не пойду ему писать. Мне не надо так самоутверждаться. Я по-другому самоутверждаюсь. Но, тем не менее, вот есть такие люди. И поэтому я записала это видео для того, чтобы вы понимали, что неважно, на сколько лет вы меня оцениваете, вообще неважно, наплевать. Я не хочу оценки какой-то. Я хочу показать людям, что есть возможность через образ жизни, через там вот биохимические какие-то процессы, через косметологию в том числе, да, через пластику в том числе. Можно поддерживать красоту. Но самое главное, красота, это не когда мы губы там себе подкачали, когда мы нити поставили там, вся такая точёная, да, с точёным лицом. Самая главная красота, это когда глаза блестят. Это когда ты улыбаешься во все 32 зуба, когда хочется жить, когда у тебя энергии хватает на всё, да, и на биохимические процессы, и на интерес к жизни, на то, чтобы чем-то заниматься, на то, чтобы создавать новые, может быть, проекты, на то, чтобы влюбляться в том числе. Вот на это самое главное. Вот это самое главное. И такие люди, как правило, притягивают к себе. И неважно, сколько морщин там на лице, да, но если человек улыбается глазами, улыбается вот прямо искренне, да, лицом, к такому человеку хочется притулиться. А если человек, ну, красивый, но без энергии, без жизни, без вот блеска, ну, просто красивый, ну, просто, просто поддержал своё лицо, ура, вот. Поэтому немножко по-другому оцениваю красоту. Сейчас в молодости, кстати, тоже было дело, да, когда на внешнюю картинку больше внимания обращалось и уделялось больше времени, а сейчас нет, как-то вот всё-таки сместился фокус с внешнего, с одежды, с высоченных каблуков, с дорогих сумок на то, что попадает в меня. И поэтому гиалуронка и ботокс – это мимо, не буду. Пластика, да, просматриваю. Если вам было полезно видео, ставьте лайки обязательно и пишите в комментариях, возможно, вы поделитесь какими-то своими секретами красоты, возможно, про которые я не знала, ну, и другие люди тоже прочитают, чем вы поддерживаете себя, свою молодость, а самое главное – своё здоровье. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok